Шелковый путь Многие современные государства претендуют на то, чтобы называть себя странами шелкового пути. Но если мы посмотрим на военные конфликты и гражданские противостояния в Центральной Азии, мы поймем, что лишь Казахстан смог унаследовать главные принципы Великой Дороги, соединяющей Восток и Запад. Именно в Казахстане, самой стабильной и миролюбивой стране Центральной Азии, сохранился интернациональный дух, уважение к различным религиям и открытость миру. Проект «Шелковый путь» был разработан в рамках программы «Связи сообществ» агентства ЮСАИД. В нем используется опыт сферы экологического туризма в США. В наши дни Великий Шелковый путь оживает. Через Казахстан проходит трансконтинентальная автотрасса Западная Европа-Западный Китай. Строится железнодорожная ветка Харгос-Житэген в Алма-Атинской области. Великая дорога цивилизации вновь готова открыть путешественникам богатство природы и мудрость истории Великого Шелкового пути. Шелковый путь – это серия оригинальных маршрутов, в которых сочетается посещение исторических памятников и уникальных объектов природы. Одной из главных загадок Шелкового пути является город Акартас, датируемый VII-VIII веками. Это название переводится как «Последний камень». Он был сложен из отесанных блоков красного песчаника и имел водопровод, хотя источников воды поблизости нет. Одни специалисты видят в нем буддийский храм, другие – Нестарианский монастырь, третий – дворцовый комплекс в духе арабских традиций Ближнего Востока. Скорее всего, город так и не достроили, и он был заброшен по какой-то причине. Однако многие люди посещают это место, потому что чувствуют здесь особую энергетику, а некоторые даже находят исцеление, прикасаясь к загадочным камням Красного города. И вот даже по поводу вот этих ванн тоже есть споры, либо это какие-то углубления для обрядов, но многие считают, что это просто специальные выемки для того, чтобы камни как пазлы складывались один на другой и образовывали такой непробиваемый и прочный фактически каменный монолит. Когда мы приехали сюда, мы почувствовали особую атмосферу этого города. Дорогу нам указал огромный орел, а вот недалеко от этого рудника мы увидели спящую змею. Похоже, что эти знаки говорят о неком сакральном смысле этого города. Возможно, это каменная книга, которую нам еще предстоит прочитать. Ну и самое главное, конечно, этот туман, который неожиданно налетел на этот город. И чтобы выбраться и найти обратную дорогу, мы воспользуемся вот этим магическим компасом, который нам удалось найти здесь, на развалинах города. К северу Атиншане проходил самый оживленный отрезок дороги в Китай. И важнейшим городом здесь был Тарас. В этой торговой столице шелкового пути на византийские солиды, игравшие роль общей валюты, обменивались пушнина из Руси, кашемир из Индии и шелк из Поднебесной империи. Причем шелк ценился на вес золота. В 11-12 веках Тарас был столицей могущественного тюркского государства караханидов, о чем напоминает сохранившийся мавзолей Карахана. А также мавзолей Айша Биби – изящный памятник любви и верности, облицованный резными терракотовыми плитками. Идентичных памятников, в частности, как Айша Биби Бабаджахатун, у нас в Казахстане не было и нет. Если посмотреть на памятник, то он полностью весь покрыт израстовыми кирпичами терракотовыми. Сейчас где-то насчитывается 84 вида терракотовых кирпичей, рисунки друг друга не повторяют. Это говорит о высоком мастерстве зодчих, которые жили в период раннего средневековья, о высоком их художественном знании и о высоком их художественном производстве. Здесь у нас в Чуталатской долине проходила граница, то есть соприкосновение двух великих цивилизаций. Это цивилизация степи намадов, кочевых культур и цивилизация оседлоземледельческой городской культуры. В некоторых памятниках архитектуры и истории нашей Джамбульской области даже присутствуют элементы кавказской архитектуры. Вот даже взять, если памятник был Баджихатун, идентичных, как я сказал, по крайней мере, куполов у нас на юге Казахстана. Вообще в Казахстане не встречалось и не было. Это наталкивает мысль, что он очень похож, купол очень похож на купола сооружений закавказских стран Армении и Грузии. Урочище Берекара в Джамбульской области идеально подходит для пеших иконных прогулок. Пологие склоны хребта Каратау с уютными ущельями поражают своей уникальной природой. Здесь можно встретить более 50 редких видов растений, занесенных в Красную книгу. Только здесь растет Берекаринский тополь. И здесь, где реки текут плавно, а горы не такие крутые, расположен один из лучших детских лагерей Казахстана – Таус-Амалы, который по праву можно назвать детской столицей. Ведь в нем отдыхают не только казахстанские дети, но и дети из Киргизии. Мы должны, значит, с детских лет формировать взгляд на природу, любовь на природу. Это, значит, действительно и экологическое воспитание, и нервоную большую проблему экологии природы. Как сохранить, так и в уникальных местах. Всего в 70 километрах от Шимкента находится Сайрам-Угамский национальный природный парк. Он охватывает казахстанскую часть Угамского хребта и позволяет насладиться неповторимыми пейзажами западного Тиньшаня. Любители экологического туризма найдут здесь уютные гостевые дома с щедрой национальной кухней и большое разнообразие конных и пеших маршрутов. Незабываемое впечатление производит каньон реки Аксу, глубина которого достигает 500 метров. В долине Тысячеглаз можно увидеть огромную каменную стену с множеством отверстий, напоминающих глаза. В этом месте на дне каньона посреди реки Аксу можно увидеть огромный камень в виде сердца. Несмотря на огромную глубину каньона Аксу, у вас есть шанс перешагнуть через него. Это можно сделать в удивительном месте чертов мост – Шайтан-Копыр, где края каньона сходятся настолько, что расстояние между ними составляет всего полметра. А в километре ниже по течению река и вовсе исчезает под землей. Это место называют Черная пасть, и к ней по живописному каньону ведет одна из самых красивых троп Сайрам-Угама. В селе Георгиевка, неподалеку, находится православный храм Святого Георгия, напоминающий о царском времени. Родник рядом с храмом служит купелью и крещении. В 40 километрах от парка Сайрам-Угам находится город Сайрам, первые упоминания о котором относятся к первому веку. Прежде он назывался Испиджаб и был крупным городом на шелковом пути. В нем можно увидеть мавзолею родителей Хаджи Ахмеда Яссави и старинный минорет Хызар. В отличие от Чингисхана, Тамерлан оставил в истории Центральной Азии не только память о великих походах, но и великие творения в архитектуре. И пусть его дворец и соборная мечеть в Атраре были разрушены, зато уцелели мавзолеи Арстан-Баба и Хаджи Ахмеда Яссави. И одним из важнейших пунктов на этом пути является город Туркестам, древний город Яссы, где сохранился один из самых впечатляющих и монументальных образцов средневековой архитектуры мавзолей Хаджи Ахмеда Яссави. Если вы хотите ощутить колорит и атмосферу древних туркестанских городов, вам обязательно нужно посетить Сауран. Его стены расскажут вам об очень многом. В процессе раскопок находятся различные остатки материальной деятельности человека. В частности, керамика, шлаки, металлические, керамические шлаки, нумизматические находки, ткани даже. Все это в процессе потом обрабатывается, рисуется, чертится, проводятся аналогии. И в результате по этим изъятым из культурного слоя находкам можно определить дату и характер памятника. Здесь шла важная ветвь шелкового пути, которая вела из Центральной Азии в Древнюю Русь и Восточную Европу. И здесь шла активная торговля с Великой Степью, с кочевниками. И сюда могли заглянуть и купцы из Византии, и из Китая, и из Древней Индии. Скажи, добрый человек, как мне найти медресе с качающимися миноретами? Если у купца есть монеты, он найдет шатающиеся минореты. Музыка 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 Белый город Атрар, где высокие стены твои, писал об этом городе Алжас Сулеймена. Когда смотришь на грандиозные останки Атрара, понимаешь, что исчезновение этого города стало самой большой потерей в средневековой городской культуре. Этот важнейший город на шелковом пути служил центром торговли с кочевниками и был известен как крупнейший в Центральной Азии центр науки и искусства. Здесь родился и творил один из великих мыслителей древности Аль-Фараби, последователь Аристотеля. В начале 13 века этот город бросил вызов самому Чингисхану и держался шесть месяцев в осаде. Лишь предательство позволило монголам ворваться в город. В огне сгорела знаменитая библиотека Атрара. Как написал Алжас Сулейменов, «Книги, книги горели, тяжелые первые книги, по которым потом затоскуют спаленный восток». Маршруты из серии «Шел эковый путь», в которых соединяется экологический и исторический туризм, смогут внести свой вклад в то, чтобы открыть Казахстан миру. Ну а все участники этих маршрутов смогут увидеть историю и природу в чистом виде. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok